МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Жизнь после праздников стала потихоньку входить в свое нормальное русло, и мы в нашей программе «Калейдоскоп» вновь готовы рассказывать вам о самых интересных событиях, которые происходят в нашем городе. О том, что заинтересовало нас на первой послепраздничной неделе, вы узнаете в ближайшие 15 минут. В наших прошлых программах мы уже рассказывали о таком виде творчества, как флористика. На этой неделе нам посчастливилось познакомиться еще с одной художницей, которая работает исключительно с природными материалами. Старинные церквушки, покрытые снегом, невероятные пейзажи, красочные натюрморты – сразу не догадаешься, что все это искусное сочетание засушенных листьев, бересты, соломки и других материалов, подаренных самой природой. Лина Касаткина увлеклась этим видом творчества около 30 лет назад. Тогда она жила на севере. Совсем другой климат, совсем другая природа. Именно ее богатство, северное суровое своеобразие и подтолкнуло Лину Ивановну к занятиям флористикой. У нас всего-навсего три месяца – и весна, и лето, и осень. Но природа настолько там полноценная, что вот за это время она столько ярких красок дает, что вот было такое желание продлить вот этот период цветения, период красоты природной. В Рязань художница переехала 13 лет назад, но и здесь занятие флористикой не оставила. Так к северным работам прибавились произведения, посвященные Рязанскому краю, природа которого вдохновляет Лину Касаткину не меньше, чем природа родных северных просторов. Кроме того, к счастью, художницы оказалось, что на нашей земле нет недостатка в ее любимом материале – бересте и соломке. Долговечные, фактурные они составили основу ни одной композиции. Хотя вот на севере береста совсем другая. Она, например, вот взять две работы – Рязанский Кремль и городская ратуша, это город-побратим нашей Рязани. И сделана берестой. Но видите, сколько разных цвета. То есть она вот таит в себе природный цвет, природную теплоту. Конечно, кроме этого, в флористике используется листовой материал и даже тополиный пух. Все это нужно собрать, специальным образом высушить, и только потом приступать к самому главному – созданию композиции. Работа с природным материалом, она настолько приятна, настолько дает много положительных эмоций, не сравнит ни с чем. То есть это практически живопись, но живопись не красками, а природным материалом. Кстати, Лина Ивановна художественного образования не имеет. По профессии она врач, но в душе настоящий поэт и художник. Выставка природных красок «Яркий мир», открывшаяся в библиотеке имени Сергея Есенина, стала для нее праздничной, можно сказать, юбилейной, ведь она посвящена 80-летию художницы. Надеемся, что вскоре мы сможем увидеть ее новые произведения. Но если вы хотите насладиться необычными картинами, сохранившими в себе частичку природы, приходите в библиотеку. Выставка будет работать до 12 февраля. Александр Сорокин, так же, как и наша предыдущая героиня, сразу после праздников готов радовать рязанцев своими работами. Фотовыставка «Загляни» открыта для всех желающих в муниципальном культурном центре. Александр Сорокин – фотограф в нашем городе небезызвестный. В его творческой биографии участие в знаменитом фотоклубе «Мещера», членство в Союзе фотохудожников России, многочисленные выставки в Германии, Франции, победы на фотоконкурсах. Завоевав свой авторитет нестандартным подходом к фотоискусству и качественным выполнением работ в своей собственной стилистике, Александр Сорокин стал одним из лучших фотографов города. И это при том, что он видит всего-навсего 7% окружающего мира. Между тем, людей, давно с ним знакомых, совсем не удивляет, что видоискатель своей фотокамеры, да и сами снимки, фотограф рассматривает через сильную лупу. То есть проблемы со зрением никак не мешают быть художником? Мешают, мешают. Бури. Всю жизнь завидовал нормальным художникам, которые могут тебе кисточкой что-то нарисовать. Ну, так кисточкой не получается, но хоть фотоаппаратом. Александр Сорокин с детства инвалид второй группы по зрению. Окончил школу-интернат для слабовидящих детей. В подростковые годы занимался фотокружке. Окончить физико-математический факультет педагогического института Александру не удалось по причине ухудшения зрения. Между тем, он не сдавался. И впоследствии окончил заочный народный университет искусств, факультет фотомастерства. В 1993 году Александр стал членом Союза фотохудожников России. Разнообразна жанровая тематика работ автора. Пейзажи, натюрморты с цветами, бытовой жанр, реклама. Не найти только репортажных фото. Проблемы со зрением мешают фотографу полноценно охотиться на удачные кадры. В этом году проходил фестиваль песчаных скульптур в аквапарке. Ну, я вот один раз съездил туда с ребятами, с друзьями, пофотографировал чуть-чуть. Ну, просто через символические. Ну, и потом посмотрел, посмотрел, давай немножечко обрабатывать эти вот песчаные скульптуры. Здесь вот представлено где-то 11 фотографий из этих вот скульптур. Ну, естественно, что они совсем практически неузнаваемы. Юмором и жизнерадостностью наполнены все его работы. Не исключение и ряд ассоциативных фотографий с новой выставки под названием «Загляни». В этих работах сложно рассмотреть сюжет. Возникают только образы. Каждый зритель может составить свое собственное видение той или иной картинки. Любое искусство, оно ассоциативное. То есть не обязательно, не должен состоять автор у каждой своей работы и рассказывать, что он там памятник Ленину там или же Иван Васильевич Фроловский там какой-то. Ну, даже вот такая натуральная съемка и то, она какие-то ассоциации у Леи вызывает. А тем более вот такие замороченные. К сожалению, лето наступит еще не скоро. Но, несмотря на это, уже сегодня мы можем прикоснуться к одному из самых ярких летних событий. Фотовыставка, посвященная фестивалю «Небо России», открылась в детской картиной галереи. Фестиваль «Небо России» известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Огромное количество участников и гостей собирается в нашем городе в последний летний месяц. Кто-то для того, чтобы показать свое мастерство воздухоплавателя. Кто-то полюбоваться на огромные воздушные шары. Ну, а некоторые приезжают сюда в надежде сделать необычный снимок. И вот в самый разгар зимы, когда до неба России еще очень далеко, рязанцы могут погрузиться в атмосферу этого фестиваля, посетив выставку фоторабот «Аэронавтика», которая открылась в детской картинной галерее. Ее открытие было бы невозможно без помощи Федерации воздухоплавателей России, без труда фотографов и, конечно же, без партнеров. В их числе официальный дилер автомобилей марки «Ниссан» – салон «Мега Альянс», который на протяжении нескольких лет является спонсором и самого фестиваля. Участников фестиваля эксплуатируют автомобиль марки «Ниссан». И все начиналось с того, что они к нам приезжали, помогали что-то отремонтировать, чем-то помочь. И мы всегда шли навстречу в качестве технической помощи, помогали, предоставляли сотрудников для помощи, потому что нужно было там что-то перенести, помочь, сделать. На следующий год, это было в прошлом году, не в прошлом, а в позапрошлом, наверное, мы уже помогали ремонтировать шары, там всякое бывает, компенсировали ремонт и так далее. И уже в этом году мы являлись спонсором фестиваля, мы уже участвовали, помогали разрабатывать различные схемы, маршруты, полеты, различные задания и так далее. Но основная, конечно, основная нагрузка ложилась на плечи нашего руководителя дела «Парадаш» Буцкого Олега Владимировича. Именно Олег Буцкий и является одним из авторов фоторабот, представленных на выставке. Фотографией он увлекается с детства, а вот на фестиваль «Небо России» впервые Олег попал около пяти лет назад в качестве зрителя. Ну а на следующий год он не забыл прихватить с собой фотоаппарат. Ты повесил фотоаппарат из «Олескорзимы», все, сейчас я сделаю много кадров. Вы знаете, стоило взлететь, все, то есть ты забываешь про все. Ты забыл, что у тебя на шее висит фотоаппарат, ты забыл, что ты хотел сделать какие-то красивые кадры. Ты вдыхаешь полной груди вот этот вот восторг, вот этот воздух, вот эту свободу, да, которая вокруг тебя. Ты летишь в корзине над городом, над Рязанью, да, и ты просто видишь все по-другому. Там не думаешь о том, чтобы фотографировать. Фотографировать начинаешь тогда, когда ты уже получил какое-то, получаешь осознание того, что да, ты полетал, ты знаешь, что это такое. На выставке представлено около 30 работ, которые показывает фестиваль с двух сторон – с земли и с корзин аэростатов. Олег Буцкий и второй автор этой выставки Сергей Газетов постарались показать рязанцам всю красоту нашей земли с высоты птичьего полета и всю грандиозность фестиваля «Небо России». Ну а представители бизнеса решили в этом помочь. Мы работаем на территории Рязанской области, и я считаю, что это наша социальная общая программа для того, чтобы передать часть искусства, которое мы смогли получить, рязанцам, для того, чтобы они могли бесплатно прийти, посмотреть свой город, свою природу, немножко с другого ракурса. Потому что не каждый может, например, посмотреть природу Рязанской области с высоты птичьего полета. Выставка будет работать в детской картинной галерее на протяжении месяца, так что спешите насладиться мастерством фотографов и красотой рязанской природы. Уже неоднократно в наших программах мы рассказывали о том, что можно сделать своими руками из бисера. Однако мастерство рязанских рукодельников не перестает нас удивлять. И вы можете удивляться вместе с нами, посмотрев наш следующий сюжет. Сейчас каждая хозяйка стремится создать индивидуальный и неповторимый образ своего домашнего интерьера. Фантазии подвластны множество вариантов и как один из наиболее популярных украшений для интерьера из бисера. Бисер имеет многовековую историю. Еще древние египтяне первыми научились плести из бисерных нитей ожерелье, браслеты и покрывать бисерными сетками женские платья. Затем долгое время венецианцы тщательно оберегали секреты стеклянного чуда. Очень изобретательными были наши прабабушки. Среди огромного разнообразия нарядных безделушек встречаются удивительные предметы – щеточки, чехлы на мел и даже чехольчики на зубочистку. В нашем городе постичь секреты мастерства, бисероплетения и создания удивительных поделок из бисера можно уже в самом юном возрасте в клубе Центра детского творчества «Приокский хозяюшка». Здесь педагог дополнительного образования Екатерина Шаглина передает навыки этого ремесла будущим хозяйкам. Центр детского творчества «Приокский» как бы для меня стал вторым домом. Будучи воспитанницей, я еще занималась в Центре творчества кружевоплетением и вышивкой у педагога Атреева Валентина Григорьевна. А потом как бы мое увлечение переросло в мою как бы работу. Стало свое как бы свои знания, свое ремесло передавать уже детям. В клубе занимаются девочки младших и средних классов и уже создают целые композиции из бисера. Цветочные корзины, птицы, обитатели подводного мира, деревья, тематические поделки к праздникам. Обучение начинается, конечно, с простых поделок, в процессе создания которых юные мастерицы овладевают основными навыками. Затем техники усложняются и создаются более сложные композиции. Как утверждает руководитель кружка, девочкам нравится, когда занятия заканчиваются готовым изделием. Поэтому приходится давать такие схемы, с помощью которых можно завершить поделку за один-два дня. Конечно, уже на втором году обучения, вот сейчас у нас присутствуют в основном девочки второго года обучения. Да, более уже сложные работы делаем, которые заодно занятия не сделать. Ну и, естественно, девчонки любят участвовать в конкурсах, потому что это очень большой стимул. В этом году мы участвовали в интернет-конкурсах и городские мероприятия, которые проводит город, мы тоже участвуем. Ну и, конечно, достигаем результатов. Да еще каких! В этом году ученицы клуба участвовали в международных и всероссийских конкурсах, где их работы занимали призовые места. Так, например, Лиза со своими удивительными цветами из бисера заняла второе место на конкурсе фестиваля «Есенинская Русь». Когда я получила кубок, я так порадовалась. Первый мой кубок. У меня прям была очень радость. Наверняка из этих девочек выросли замечательные хозяевшки, которые смогут и дом свой украсить, и удивить близких необычным подарком. И, может быть, научить своих детей этому древнему искусству. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова